В серии игр Love for Dead каждая компания заканчивается небольшой сценой, и в этом видео я покажу, как можно поиграть прямо во время неё. Потом попробуем взаимодействовать со спасательным транспортом, и посмотрим на альтернативные концовки. Запускаем через консоль последнюю карту компании Нет Милосердию. На её примере я покажу, что мы будем делать в остальных компаниях. Всё равно по сравнению с ними здесь нет ничего особенного. Прежде всего дожидаемся спасательный транспорт, а дальше нам понадобится несколько консольных команд. Первую вводим для того, чтобы карта не перезапускалась, когда среди выживших останутся только боты. Дальше вводим команду GetBossXZ и копируем полученные координаты, с помощью которых мы переместимся в это же место. В данном случае рекомендую сделать это на вертолётной площадке. Теперь запускаем финальную сцену, и чтобы не пропустить ничего интересного, включаем замедление времени. А как только сменится камера, вводим команду JoinTeam1, чтобы перейти в режим наблюдения. Как вы заметили, после этого камера сменилась на выживших, которых игра телепортирует в какую-то жопу карту. Дальше вводим команду JoinTeam2, и как только нам предложат выбрать одного из ботов, ничего нажимать не надо, потому что если мы возьмём над ним управление, просто продолжится финальная сцена. Поэтому сразу пишем в консоли kill и имя бота, за которого нам предлагают играть. После чего просто прописываем респаун, а потом полученные координаты. Теперь мы можем играть прямо во время финальной сцены, и вот как она будет выглядеть, если бы остальные выжившие спаслись без нас. И напоследок, если почти в каждой кампании убрать всех ботов, и подойти к месту спасательного транспорта, снова начнётся финальная сцена. Что ж, теперь давайте проделаем всё то же самое в других кампаниях. Следующий по сюжету – роковой полёт. Здесь выжившие спасаются на грузовике, и первое, что я попытался сделать, конечно же, прокатиться на крыше. Но, как и в предыдущей кампании, меня ждала неудача. Поэтому давайте посмотрим на ещё одну альтернативную концовку. Да, всё верно. Грузовик не сносит эпично забор. Выжившие просто в него врезались. Ну а мы едем дальше. В кампании Похоронный Звон, после запуска финальной сцены, когда я ввёл команду Joint Team 1, с первого взгляда всё выглядело довольно обычно. Просто ещё одно место, в которое игра телепортирует выживших. Но то, что будет дальше, это надо видеть. Каким-то образом выжившие начали повторять движение судна, на котором уплыли. После такого мне тоже захотелось поплавать. Только вот судно этого никак не хотело. В кампании Смерть в воздухе нас ждёт большой самолёт. Переместившись к нему после запуска финальной сцены, можно бегать внутри или сверху него. Но если просто стоять на месте, он продолжает двигаться без нас. Также не буду скрывать, что я пробовал на нём полетать. Но все попытки были неудачными, потому что я постоянно выпадал из самолёта. А когда начал спаунить различные объекты, чтобы хоть как-то заблокировать эту дыру, они выпадали вместе со мной. Тогда, раз уж в этом самолёте можно только бегать, я решил попробовать увеличить скорость передвижения выжившего. Нужной команды не нашлось, поэтому я решил сделать это через адреналин, увеличив скорость его действия. Но её всё равно не хватало, чтобы удержаться на самолёте. Когда я делал видео о том, какие могут быть изменения в Left 4 Dead 3, мне надо было записать финальную сцену к кампании Кровавая Жатва. А поскольку я чаще всего записываю видео с выключенным интерфейсом, титры даже не начались. Немного понаблюдав, я заметил, что солнце поднимается вверх, а моя челюсть медленно опускается вниз. Потому что я об этом даже не знал. И, конечно же, бросился проверять, что скрывается за титрами в других кампаниях. Пока я этим занимался, пришла идея поиграть во время финальной сцены, что, собственно, получилось и натолкнуло на мысль немного поменять формат. Ладно, теперь давайте всё же закончим эту кампанию. Нам ещё надо поиграть во время финальной сцены. После того, как машина сломает забор, мы сможем здесь пройти. А солнце, которое мы видели, оказывается, находится не где-то на небе, а просто висит в воздухе. Получается некая иллюзия обмана. Интересно, что бы вы подумали, если бы увидели это во время игры. Лично мне напоминает Айо из Доты 2. Ну и последняя кампания, Жертва. Кроме альтернативной концовки, я не нашёл, что здесь можно показать. Поэтому давайте просто её посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин В финальной сцене кампании «Вымерший центр», если отключить титры с помощью консольной команды, которая скрывает весь интерфейс, можно заметить, как машина пролетает немного вперёд. Записав во время этого демку, или вовремя включив замедление времени, вы можете сделать интересный скриншот, не похожий на те, которые, наверное, делал каждый, кто играл в эту игру. Но если вам нужно больше разнообразия, рекомендую записать демку, если вы будете пробовать поиграть во время финальной сцены. И когда всё получится, здесь можно бегать и с разных ракурсов посмотреть, как машина уезжает без нас. Но как только она сломает доски, камера сменится на другую, из-за чего придётся заново проделывать все махинации. После которых можно заметить, как машина возвращается на своё место, а на улице будет зомби-каскадёр, крутящий вертухи и куча обломков. В компании «Переход» выжившие также уезжают на машине. Продолжив играть, мы будем видеть, как она пройдёт насквозь дороги и останется под ней. А вот как это будет выглядеть, если бы остальные выжившие уехали без нас. Кажется, они что-то забыли. И ещё, если во время игры не опуская моста пробраться к машине с помощью нескольких трюков, всё равно запустится финальная сцена, если остальные игроки будут выведены из строя. Мрачный карнавал особо удивить ничем не сможет, поэтому давайте сразу перейдём в компанию «Болотная лихорадка». Здесь, как и в компании «Переход», тоже можно с помощью пары трюков пробраться через ворота. Но их исполнение довольно трудное, и подойдёт разве что для какого-нибудь спидрана. Только сэкономленного времени будет не так уж и много, потому что всё равно придётся дожидаться паром Вирджила. А во время ожидания тут будет его невидимая копия, по которой можно бегать. И когда он всё же появится, это произойдёт моментально, из-за чего мне пришлось включить замедление времени, чтобы мы смогли рассмотреть все детали. Ну а если переместиться к нему после запуска финальной сцены, ничего особенного здесь не будет. В компании «Ужасный ливень» единственное, на что я могу обратить ваше внимание, это то, что если во время финальной сцены отключить титры, через некоторое время камера перевернётся на бок. Ну и наконец-то мы подобрались к самому интересному. Поверьте, я этого ждал так же сильно, как и вы. В компании «Приход» первое, что я попробовал сделать, это полетать на вертолёте, ведь внутри него можно бегать так же, как и в самолёте из первой части. Но в итоге я в нём постоянно застревал, хоть и был слышен звук, как я приземляюсь на какую-то поверхность. Зато у нас есть потрясающая возможность посмотреть, как будет выглядеть, если бы мы не успели пересечь мост до того, как его взорвут. Надеюсь, вы оцените это видео пальцем вверх. Ведь пришлось немало повозиться для того, чтобы всё проверить. Также буду ждать необычные скриншоты в Стиме или в предложенных новостях нашего с вами ВК-сообщества. Самые интересные я обязательно опубликую с указанием автора. Ну и не забудьте подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!